Ре. Вис Этерс Ирте. Ксения Кричала, руководитель мастерской мозаики кабинетов, в которой проводятся тематические занятия для детей. Здравствуйте. Здравствуйте. Но прежде всего нужно нам познакомиться с нашими маленькими гостями. Давай знакомиться с тобой. Как тебя зовут и сколько тебе лет? Ксения Кричала, 12 лет. Тебе нравится вот мозаикой что-нибудь делать? Да. А вот такого рода мозаику тоже вот пользовалась, когда маленькая была? Ну, да. Да, хорошо. А что ты еще вот из творческого такого делаешь? Рисовать люблю. Рисовать любишь. Ну, то есть рисование мозаика где-то рядышком. Давай знакомиться с тобой. Как тебя зовут? Александра. Сколько тебе лет? Один отец. Мозаика в твоей жизни занимает какое-то место? Занимаешься? Ну, нет. Нет? Мне нравится рисовать. Рисовать. Угу. Давай знакомиться с тобой. Ты самый маленький у нас сегодня. Как тебя зовут? Макар Кричала, 5 лет. 5 лет. Ну, а вот для тебя мозаика. Вот дома есть у тебя мозаика? Да. Делаешь что-то? Да. Нравится? Да. Ну, что ж. Да, да, да. Твердый ответ утвердительный. Стопроцентный. Стопроцентный. Да. Ирина, у меня первый вопрос. Все-таки, наверное, вот первая мозаика – это из чего? Первая мозаика, наверное, то, что всем наиболее знакомо. Это вот то, что ты показала. То есть это все-таки вот такого типа, да? Ну, наверное, это самый более такой распространенный вариант, который появляется при первом слове мозаика. Но на самом деле мозаика – это очень такая вещь историческая и культурная. Она очень древняя, родилась в 8 веке до нашей эры. И главная ее ценность для детей в том, что ее можно делать из натуральных материалов. То есть это камни, ракушки, стеклышки различные. Если у кого-то ремонт был, остатки плитки, которую можно варварством позаниматься, побить, поколоть и из нее что-то выложить. Мозаика, может быть, в принципе, сейчас вообще в современном искусстве из различных материалов, из чего она только не бывает. Например, мозаика из яичной скорлупы, да, может быть. Она не столько даже детская. Многие дизайнеры известные декорируют ей мебель. И очень интересно получается. А скорлупу надо как-то по-особенному обработать? Ее просто предварительно нужно покрасить. И потом наносить на нужную поверхность. Вот и все. Да. Что еще? Можно дальше? В домашних условиях, то, что доступно, наверное, любой маме в любой семье, это мозаика, может быть, из круп. Макароны, крупы различные, горох, фасоль, зернышки. То есть мы можем просто развивать ребенка, развивать его мелкую моторику, выкладывая различные такие вот орнаменты. Далее, вот я уже упомянула мозаику из ракушек, например. Есть целое направление. Также художники многие работают с ракушками. А детям это намного более интересно еще тем, чем обычные вещи, что это все очень рельефное. Они всегда трогают пальчиками, им нравится перебирать и камушки, и ракушки. И вот они выкладывают на наших занятиях, например, тоже. Очень им нравится всегда использовать и ракушки, и камушки. И вот они выбирают долго, им очень весь процесс их затягивает. Ну, в принципе, мы уже подошли потихонечку к тому, что вот хотелось бы узнать, в чем польза мозаики. Ну, наверное, самая важная польза мозаики, самый главный, самый основной момент – это развитие мелкой моторики. То есть, вернее, задействование мелкой моторики, которая, в свою очередь, развивает и умственное, и творческое развитие потенциала ребенка. Во-первых, ну, помимо того, что я уже рассказала, им нравится трогать это все, у них одновременно с этим развивается фантазия. Они начинают думать, где, например, выкладывая какую-то фигурку, где и что применить. Да, это уже… у них раздаются образы в голове, то есть это образное мышление. Далее, это пространственное мышление. Например, если мы выкладываем мозаику из каких-то уже разных кусочков, они учатся сопоставлять масштабы. То есть, где маленький положить, в какой части фигурки, да, где, наоборот, побольше, где круг, где квадрат. Это развивает пространственное мышление ребенка. Далее, при выкладывании мозаики ребенок концентрируется на этом процессе. Он очень хорошо развивает способность концентрировать внимание на определенные вещи. Хоть у ребенка это и небольшое, и не длительное время, да, у них максимум 5 минут, может быть. Но так комбинируя разные действия, мы можем вот так развивать способность концентрироваться на чем-то одном у ребенка. Ну и тут еще, помимо других качеств, самостоятельный выбор. Ребенок учится делать выбор в пользу того или другого материала. Например, у него есть котик, которого нужно выложить. Он выбирает цвет, он выбирает, какого цвета будут глазки, какого там цвета у него хвостик и так далее. То есть, он учится самостоятельно принимать решения. У меня вопрос чисто технического характера. Вот скажем, вот все то, что мы сейчас смотрели, это ты берешь какой-то шаблон, какую-то поверхность. Потом клей наносится, то есть, чтобы крепить вот те же макароны, крупы. Как это происходит вот на практике? Ну, в данном случае с макаронами, да, и с крупами, это вообще очень простой вариант. Это обычный картон, который может остаться от альбома рисовального, да, вы его можете. Вырезаете любую форму, круп, квадрат, треугольник, что угодно. Дальше обычный клей ПВА, который поддается в тюбиках, выдавливается, да, жидкий такой. Все. Вы наносите ПВА на нужную поверхность и выкладываете поочередно вот все элементы. Ну, то есть, предоставляется ребенку, скажем, в маленьких каких-то вот таких, да, просто даже пластмассовых штучках материал. Ну, в данном случае, да, это цветное стекло, да, стеклянная мозаика. А так это еще могут быть и ракушки, и вот те же горох отдельные. Главное, их разложить отдельно в разные емкости, чтобы ребенку было легче выбирать, да, чтобы он видел четко, что... Ну, с какого возраста можно, ну, начинать уже предлагать такое развлечение? Я бы сказала, если вместе с мамой, то можно и с двух, и с трех лет, да. Если ребенку уже есть, у родителей есть желание, чтобы ребенок самостоятельно это делал, то тогда хотя бы с пяти лет. Они уже тогда могут самостоятельно одни это делать. Ну, то есть, без мамы, без поддержки вот такого вот близкого человека. Но и тоже хочу заметить, что не обязательно мозаика, это для детей лишь. У нас здесь девочки постарше есть, и они как раз-таки могут развивать уже полученные в детстве какие-то навыки, ту же способность концентрироваться на определенной задаче, потому что им в школе это очень необходимо. Те же творческие способности. Например, на наших занятиях мы еще учим цветовосприятию, то есть подбирать цвета друг к другу подходящие, да, чтобы эта цветовая гамма работы, которую они делают, была достаточно красива и гармонична. То есть у старших детей это уже более-таки профессиональные навыки развивает, которые им потом пригодятся в жизни. Ну, в принципе, мозаику, наверное, даже можно использовать, чтобы учить буквами, ведь можно выкладывать буквы из чего угодно, цифры опять-таки, да? Да, это очень широкий спектр, да. Можно учить цифры, выкладывая из мозаики, можно даже примеры легкие учить, да, выкладывать из мозаики и потом это все как-то обыгрывать. Буквы – это вообще, да, идеальный вариант. Можно из того же гороха, из той же фасоли это все выкладывать. И ребенку это будет интересно, во-первых, он будет запоминать это. Мы когда пишем, мы тоже запоминаем, да, а тут он выкладывает ребенок, и он еще более тесно связывается с конкретным этим явлением, скажем, с цифрой, да, или с буквой. То есть это очень полезное такое занятие, которое, ну, что тут говорить, даже и взрослым хорошо. Да, мне кажется, взрослым это стресс снимает, да, это как-то увлекаешься. Во время занятия, во время выкладывания мозаики активизируются оба полушария, что очень важно. То есть мы задействуем руки, обе руки, то есть правая за правой, левая за левая, да, вот эти разграничения здесь нет. Если мы задействуем две руки, у нас оба полушария задействуются, развивают оба полушария. Это тоже очень важно. Мне кажется, это еще замечательный способ, как ребенок может сделать подарок своими руками. Вот что это за бутылка такая привлекает в внимание? А эта бутылка, ее сделали на нашем занятии мама с сыном. Вот они его еще не забрали, ее не забрали, еще не дошли до нас ее забрать. Ну вот, пожалуйста, да. Это замечательный подарок. Они, во-первых, время провели вдвоем. Если это делать дома, например, из тех же каких-то подручных материалов, это замечательное занятие для всей семьи. Это можно сделать подарок бабушкин. А вот что это может быть? Вот бутылка украшенная, подсвечник, я понимаю. А может быть вот такое панно. Да, вот такое. То есть несколько маленьких картинок выложенных, потом прикрепить на какое-то полотно, и это будет декоративный элемент в доме. Можно, если вы набрали много камушков на побережье, например, это отличный способ их применить. Ту же бутылку можно обклеить камушками, не стеклышками, а какими-то камушками, ракушками. Это тоже будет и память о том, как вы провели лето, и опять-таки сплочение семейное. Но получается, если элементом мозаики может стать любой природный материал, соответственно, мы можем даже делать эти развивающие коврики, по которым потом ходить. То есть все то, что у нас здесь на столе, это то, что мы показываем, то, чем мы гордимся. Но мы можем ходить по камушкам, ходить по пробкам. Что еще можно использовать? Те же ракушки, если их правильно наполнить предварительным материалом, их тоже можно использовать для ковриков. То есть с ковриком немножко сложнее в домашних условиях, если это другие материалы, кроме камушков. Там нужно просто правильно с ними поработать. А если вы набрали каких-то камушков на пляже и хотите их очень практично применить, то, конечно, наклеите на любую поверхность тем же ПВА-клеем, и можете по ним ходить. И это будет отличный еще массаж стоп. Это очень незаменимая вещь. Ребят, покажите, что у вас получилось. Поставьте вот так, чтобы мы все могли показать. Иль, а у меня просьба, вот пару советов родителям уже в заключительной части нашего разговора. Что важно знать, помнить о мозаике? Если говорим о домашней мозаике, я все-таки настаиваю даже, чтобы это было такое семейное времяпровождение. И если вы с ребенком занимаетесь домом мозаикой, используйте как можно больше материалов, тех, что у вас есть под рукой. Не надо далеко бегать, крупы. У любой хозяйки на кухне это все есть. Используйте несложные мотивы для младших и, может быть, какие-то более сложные, объемные вещи, когда вы делаете это вместе с ребенком, когда вы можете ему показать что-то, как делать, чтобы качество выполненного и работа была лучше. Ну и советую все-таки, наверное, главный момент, не ограничивать детскую фантазию. Если ребенок хочет, чтобы тыковка была голубой, ради бога, пусть она будет хоть зеленой, хоть фиолетовой. Это то, как он на данный момент видит этот мир и какое у него настроение. И вы можете об этом тоже судить. Большое спасибо за эту встречу, за этот разговор. Я очень надеюсь, что наши дорогие родители сегодня открыли для себя мозаику, возможно, с новой стороны. В любом случае, это хороший инструмент для того, чтобы развивать ребенка, а главное, проводить время вместе с ним. Возможно, сегодня вечером вы именно этим и займетесь. Собирайте мозаику. Всего вам доброго, хорошего вечера и встретимся ровно через неделю. Пока!